Во всех решениях ООН, которые принимались консенсусом за последние годы, очень четко сказано, что судьбу своей страны могут определить только сами сирийцы. В рамках всеохватывающего, так называемого, инклюзивного диалога с участием всех, без исключения, этноконфессиональных и политических групп этого государства. Внешние игроки, будь то Россия, США, страны региона, они призваны, согласно резолюции ООН, создавать все необходимые условия для того, чтобы такой инклюзивный общесирийский диалог завязался. И мы добивались ровно этого. Добивались в течение последнего года, однако не все группы оппозиции были к этому готовы. Сказались какие-то особые претензии так называемого Высшего комитета по переговорам, который претендовал на то, чтобы единолично представлять всю оппозицию президенту Ассаду. И из-за этого саботировал попытки ООН проводить общесирийские переговоры. До сих пор, я думаю, что одной из проблем, по причине которой этот переговорный процесс буксовал, являлось то, что ООН приглашала только политических оппозиционеров, из которых подавляющее большинство это иммигранты. Живут в Европе, на Ближнем Востоке, в других странах, но не в Сирии. И какое-то количество внутрисирийских оппозиционеров. Ну и курды, кстати сказать, это в основном оппозиция внутри Сирии, хотя есть и несколько политиков из числа курдов, которые живут за границей. Но все сирийские группировки, которые приглашались на переговоры по линии ООН в соответствии с имеющимися резолюциями, это политические деятели, иммигранты и не-иммигранты. Чего не хватало в этих переговорах, это участие тех, кто реально определяет ситуацию на земле. Называйте их вооруженные формирования, называйте их вооруженные группы оппозиции. Теперь, когда Россия и Турция выступили с инициативой вовлечь в процесс переговоров тех, кто противостоит друг другу с оружием в руках, и после этого сирийское правительство подписало соответствующие договоренности с полевыми командирами основной части вооруженной оппозиции, мы, я думаю, сделали очень важный качественный шаг вперед. И одна из задач встречи в Астане будет, ну, во-первых, конечно же, консолидировать режим прекращения огня, а во-вторых, договориться о том, что эти полевые командиры будут полноправно участвовать и в политическом процессе, который, как вы знаете, предполагает разработку конституции, проведение референдума, проведение выборов, и который вот начинался, но потом застопорился по линии ООН в Женеве. Сейчас они его собираются возобновить, и мы считаем, что полевые командиры должны стать полноправными участниками этого процесса. Думаю, что не стоит ограничивать дело только теми конкретными группами, которые подписали 29 декабря соглашение о прекращении огня. Любые другие вооруженные отряды, которые захотят присоединиться к этим соглашениям, должны такую возможность иметь, и у нас уже есть обращение целого ряда боевиков, которые не охвачены этими договоренностями, но которые хотят к ним присоединиться. Так что я думаю, это здоровый процесс, процесс, который вовлекает в переговоры тех, кто реально контролирует ситуацию.